Здравствуйте, с вами Календарь Рыболова на канале Трофей. Вторая половина февраля обещает быть переменчивой и непредсказуемой. Следует ожидать значительных колебаний температур в дневное и ночное время, особенно в первой половине недели. Погода обещает быть преимущественно ясной, однако небольшая облачность вполне вероятна. Водоемы уже свободны ото льда, что как нельзя лучше для кислородного баланса, а это так важно, особенно в конце зимы. На этой неделе мы с вами можем половить ерша, окуня, подлесчика и судака, но обо всем по порядку. Ртутный столбик термометра будет держаться в светлую пару дня от плюс 2 до минус 4 градусов. Первая половина недели будет довольно холодной. К выходным местами температура превысит отметку в 0 градусов. Ночью же в первой половине недели температура местами упадет аж до минус 16 градусов. В течение всей недели будет соблюдаться малая вероятность осадков. Влажность будет повышенной, из-за чего на улице будет казаться еще холоднее, чем есть на самом деле. Так что одевайтесь соответствующе. От давления воздуха зависит очень многое. Повадки животных, здоровье человека. Также от этого зависят и повадки рыбы в водоемах, особенно стоячих. На этой неделе ожидается слегка повышенное давление, что скажется на аппетите рыбы не в лучшую сторону, но заставит ее подняться в чуть более высокие слои водоема. При ловле окуня в первую очередь следует искать участки водоема, как можно лучше насыщенные кислородом. Благо, льда на реках и водохранилищах пока что нет, так что кислородное голодание этой рыбе не грозит. Повадки окуня на открытых водоемах зависят от времени суток. В ясные дни окунь держится довольно глубоко, что особенно заметно на открытых водоемах. Ближе к берегу он подходит по утрам и вечерам. Лучшая ловля в это время проходит на небольших реках с довольно сильным течением. Во вторую половину недели ловля проходит в средних слоях водоема. Вода в феврале очень прозрачная, поэтому важно взять как можно более тонкие снасти. Леска должна быть около 0,1 мм, и чем она будет тоньше, тем больше вероятность поклевки. Крючок же лучше скрыть за наживкой. Найдя стою окуня в феврале, можно быть уверенным, что где-то рядом с ней расположились и ерши. Однако ерш держится несколько глубже. Найти его можно будет в участках водоема с песчаным дном. Ерш не очень любит солнечный свет, поэтому чаще всего обитает в старых коряжниках. На этой неделе найти эту рыбу можно будет и в средних слоях водоема. На водохранилищах с ровным дном он разбредается по всей площади водоема. Игра приманки должна быть крайне плавной. Ерш не станет гоняться за быстрой добычей. Подлещика можно будет выловить в руслах рек, где кислородный баланс держится в пределах нормы. В отличие от взрослого леща, подлещик не так осторожен. Эта рыба питается, как правило, со дна водоема. И место лова нужно как следует закормить. Лучшей прикормкой в этот сезон станет мелкий мотыль. Корм опускается на дно при помощи конусной кормушки. При ловле на донку поводки должны быть крайне тонкими, а крючки полностью прикрыты наживкой. В качестве наживки можно использовать опарыша или небольшой пучок мотыля. Судака в феврале ловят на блесны светлого оттенка. Для хорошего клева нужно подобрать лишь правильное место и время. Эта рыба будет держаться в местах водоема с рельефным дном, в старых коряжниках и в бровках. Лучшее время суток для ловли – утро. В это время судак подплывает ближе всего к берегу и держится на глубине около 2-3 метров. Подведем итог. Погода на этой неделе ожидается переменчивой. Атмосферное давление будет слегка повышенным, что негативно отразится на активности рыбы. Окунь будет искать места, насыщенные кислородом. Благо, по открытой воде с этим проблем поменьше. Йорш будет держаться недалеко от окуня, однако намного ближе к дну водоема. Для ловли подлещика место клева лучше прикормить с вечера. Сейчас он хорошо ловится на донку. Судака ловим на твистеры и блесна светлых оттенков. В целом, рыбалка на этой неделе будет полностью зависеть от ваших навыков. Желаем вам хорошо провести время на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова